МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Успешное сочетание научной деятельности, патриотического воспитания молодежи, физической и военной подготовки студентов, в который раз демонстрирует Нижнекамский институт информационных технологий и телекоммуникаций, многие нижнекамцы по старой памяти продолжают называть ВУЗ филиалом КАИН. А между тем, еще в начале года Министерством образования и науки Российской Федерации Федеральным агентством по образованию был подписан приказ о присвоении учебному заведению более высокого и престижного звания. 14 мая институт принимал высоких гостей. В УЗЕ существует замечательная традиция ежегодно проводить научные конференции. В этот день состоялась очередная всероссийская научно-практическая конференция по теме «Наука, современное состояние и перспективы развития». В общей сложности в ней приняли участие представители 33 высших и средних учебных заведений из разных городов Татарстана и России и военно-практическая спорта КАИН среди филиалов КАИН, посвященная Дню Победы. Мероприятие включило в себя сразу несколько значимых событий. Первым стало символическое открытие нового и в то же время давно зарекомендовавшего себя ВУЗа. Николай Маливанов вместе с заместителем руководителя исполкома Нижникамского муниципального района Ильзиоем Мезиковой и директором института Ильгизма Ильфиатова перерезали красную ленточку. «Я вроде часто бываю в этом учебном заведении, но каждый раз здесь есть чему удивляться, есть чему гордиться». Одним из главных поводов для гордости является научная деятельность института. Ее главная цель – подготовка специалистов на уровне мировых квалификационных требований. Студенты института принимают активное участие в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах. Еще одним поводом для восхищения стал спортивный комплекс, оборудованный в цокольном этаже института и также торжественно открытый 14 мая. Ребята уже сегодня показывают прекрасные результаты на городских межвузовских соревнованиях. Кстати, из Партакиады, приуроченной к открытию ВУЗа, куда прибыли студенты еще из трех филиалов КГТУ Мельтуполева, Казань, Зеленодольск и Чистополь, Нижникамская команда отстрелялась с огромным, более 30 очков, отрывом от соперника. У нас в 2005 году было создано военно-патриотическое движение при КГТУ Мельтуполева, города Казань, которое занимается военно-патриотическим воспитанием студентов в нашей жизни. Непосредственно наши ребята, которые сегодня приезжали к вам, принимали участие, они поисковики, занимаются поисковой работой на местах боев, поиском бездеки пропавшего в годы Великой Отечественной войны. Еще один зал спортивного комплекса был отдан любителям настольного тенниса. Кренажерному залу, где студенты формируют силу и грацию, могут позавидеть даже элитные спортивные клубы. Институтские силачи стали объектом зависти и на спартакиаде между филиалами КГТУ. Наши гиревики не только завивали первое общекомандное место, но и показали прекрасные индивидуальные результаты. Например, Сергей Шаронов поднял 16-килограммовую гирю 170 раз. Ильнасу Шарипову удалось это сделать 201 раз. Лучшие результаты наши парни продемонстрировали и в отжимании. Все это в комплексе позволило Нижнекамской команде вырваться на первое место по общим итогам спартакиады с очень серьезным отрывом. Но главным достижением, по мнению старшего преподавателя физкультуры Далия Коновалова, являются даже не успехи в соревнованиях, а массовый интерес студентов в физкультуре. Не секрет, что во многих школах этому предмету уделяют скромное внимание. В институте ситуация меняется кардинально. По истечению года ребята перестают бояться спорта и сами с удовольствием покидают скамейку запасных. Тем более, что материальная база вуза дает возможность для широкого выбора. Лыжи, армрестлинг, бильярд, легкая и тяжелая атлетика и многое другое. Очередное зрелищное мероприятие ждало гостей праздника на спортивной площадке института. Здесь свою физическую и военную вылочку демонстрировали парни из Центра до призной подготовки взлетная полоса. На этот раз, знакомиться с работой Центра, приехал заместитель директора службы внешней разведки, генерал-полковник, депутат Государственной Думы Виталий Маргелов. Он прибыл в Нижнекамп с почетной миссией, присвоить Центру взлетная полоса имя своего отца, легендарного десантника номер один, кумира всех российских вооруженных сил, генерала армии Василия Маргелова. И вы сегодня находитесь на самом передовом рубеже, с вас берут пример. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok